Тема моей проповеди очень интересна. Вера твоя меняет тебя. Вера твоя меняет тебя. Вы знаете, праведный своей верой жив будет. Во что праведный верит? Вы знаете, Будда верит в одно, а еще кто-то верит в другое. И вы знаете, они по-своему праведны. Праведный своей верой жив будет. Но есть только одна вера Божья. Вера, которая приходит от слышания Слова Божьего. Надо услышать и надо быть способным. Библия говорит о том, что когда Он начинает с тобой разговаривать, когда Он говорит с тобой, ты должен открыть свое ухо для слышания. Вы знаете, некоторые не хотят слушать Слово Божье. они просто говорят, что они хотят слышать. Но они не хотят. Знаете почему? Потому что оно чему-то обязывает. Когда ты говоришь человеку, пойдем в церковь, и он говорит, слушай, я не хочу идти в церковь, потому что, ну, тут же нельзя вот этого, вот этого, вот этого. Оно обязывает тебя к чему-то. Послушайте. Адам с Евой, когда согрешили, они хотели, может быть, и разговаривать с Богом. Но у них куча недостатков. Они видели в себя кучу недостатков, которые они скрывали, пытались скрыть в кустах. Я убоялся тебя, потому что был нах. Мы начинаем видеть свои недостатки. И вы знаете, самая ужасная, вот эта вера, которая в нас есть, она сформировалась от наших родителей. Если ты думаешь, что ты не веришь, я тебе честно скажу, ты веришь в то, что ты есть тот, кто ты есть. Некоторые верят и находятся в таком положении. Они знают, что они несостоятельны, у них ничего не выйдет, у них ничего не получится. И знаете, когда Бог обращается к ним, они еще и в кустах прячутся. Вместо того, чтобы выйти к нему, и у тебя есть сегодня эта возможность, у тебя есть этот выход. Почему? Потому что Иисус Христос был заклан за тебя, Он пришел и умер на кресте, для того, чтобы ты сегодня мог встать и сказать, Господь, я не свой уже, я твой. Но некоторые не хотят этого делать. Знаете почему? Потому что они обязаны, становятся обязаны. Да, Бога надо слушаться, и Бог страшен. Библия говорит, страшно впасть в руки Бога живого. Некоторые думают, ну как это так? Я не хочу, я боюсь. Слушай внимательно. Страх – это то, что внушил тебе дьявол и внушил грех. Первое, то, что внушает тебе, он внушает о Боге, слушай, ты должен его бояться. Но Бог не страшен. Он любящий Отец. Библия говорит о Боге. Бог есть любовь. Всякая любовь изгоняет страх. Любовь Божья изгоняет всякий страх. И вы знаете, некоторые верят в Бога, который не есть Бог, а который вам был внушен другими людьми, религией, еще кем-то. Но вам надо услышать сам, лично, что Бог говорит о тебе. Поэтому тебе нужно принять Иисуса Христа, потому что праведный своей верой живой. Если ты не примешь Иисуса Христа, ты еще будешь высказывать и рассказывать Богу, насколько у тебя много недостатков, сколько ты должен измениться и как ты должен измениться. Вы слышали таких людей, которые говорят, я сначала должен вот это изменить в своей жизни, вот это, вот это, а потом приду к Богу. Не для этого ли пришел Иисус? Послушайте. Чтобы мы со своими недостатками пришли к Нему. Смотри, вера не сразу меняет человека. Я вам честно скажу, посмотри на соседа своего, скажи, ты не сразу изменишься. Ты не сразу станешь добрым, хорошим, ты не сразу изменишься, но ты изменишься сто процентов. Потому что Бог меняет свое. три года ходил он с учениками и ученики ходили с ним. Три года. Послушайте. Три года ученики ходили и что, они изменились? Вот теперь мы веруем, они говорят. Он говорит, сейчас веруете. Настанет время, когда вы все разбредете с каждой свою сторону. Знаешь, когда человек верит, это меняет его, меняет его мировоззрение. Вера, приходящая от Бога, она меняет тебя. Она начинает менять. Вера, она всегда в действии. Давайте прочтем одно местописание, 17 глава. Первое царство, 17 глава. Мне нравится Давид, молодой юноша, который приходит к войску Саула. Это из 15 стиха. Давид возвратился от Саула, чтобы пости овец отца Вифлеем. И выступал филистимлянин, тот утром и вечером выставлял себя 40 дней. Что-то такое 40 дней, всегда такое число, знаете, число мучений, издевательств над нами. И сказал Иесей Давиду, сыну своему, возьми для братьев своих, Ефу сушеных зерен, десять этих хлебов и отнеси поскорее в стан к твоим братьям, иди покорми их. И эти десять сыров отнеси тысяченачальнику и наведайся о здоровье братьев и узнай о нуждах их. 40 дней. Война уже, тут сражение. Вы знаете, когда-то сражение происходило, один-два дня и все, и разошлись все по домам. А тут 40 дней их нет. И Давиду приходится хотя бы весточку какую-то узнать, что-то узнать. Тебя посылают, чтобы, вы знаете, как приходят некоторые в церкви, узнать, от Бога ли это или не от Бога. Кто-то посылает. И вы знаете, самое интересное, то что Давида посылает отец, но отец не знает, что Давид будет там делать. Он не знает даже и не представляет, если бы он представлял, знаете, что бы сделал отец? Не пустил его. Какой отец пустит своего сына младшего на сражение? Правда? И еще против самого большого человека. Смотрите, но Бог, Он чудный Бог, Он помазал Давида, Он уполномочил Давида сражаться со своим филистимлянином. В каждом жизни и у каждого человека есть свой филистимлянин, есть свой страх, с которым ты должен сразиться. И вы знаете, этот страх, он и рождает в тебе веру в будущее. Думаете, он его не боялся? Нет. Страх, если у тебя есть, то ты не выходишь, ты не выходишь на сражение, ты не можешь сражаться. Если ты хочешь что-то достичь в своей жизни, и у тебя есть страх, послушай внимательно. Тебе надо сначала сразиться со своими страхами. я приходил в церковь, я сидел там в заднем ряду когда-то. Что-то меня тут разводят. У меня страхи были. У меня свои страхи были. Я не знаю, как у вахт. Они, наверное, деньги собирают. Но у меня ничего нет. Я бедный студент. И я могу сидеть здесь. но проповедуют прямо ко мне. Значит, обо мне знают. Думаю. И вы знаете, эти страхи, они не давали мне покоя, чтобы веровать в того Бога, о котором проповедуют. Вера-то приходит от слышания. Вы знаете, страх, которым ты сражаешься, это твой Голиаф. Знаешь, кто родил в тебе эти страхи? твоя семья, твои родные, твои близкие, мама, папа. Поэтому Он говорит, Иисус говорит, оставит отца и мать, и что? И что? И Он должен оставить, потому что страхи, которые о семейной жизни, послушайте, некоторые не отлепились до сих пор. У них страх отлепиться от мамы. Они боятся ответственности. Это страх Голиафа. Я вам говорю о праведности, которая приходит от веры. Вера, которая действует в тебе. И вы знаете, некоторые сегодня, некоторые услыша это, они могут изменить свою жизнь, потому что ты должен сразиться с этим Голиафом. У тебя должен пропасть страх. Какое твое будущее? С Богом всегда светлое. Даже если я мал, даже если я незначителен, даже если у меня нету силы на данном этапе, если нету оружия. Некоторые, имея малое, они могут достигать такого результата, потому что у них нету страха, потому что Бог та сила, в которой они нуждаются, и та сила, которая дает движение для них. Давид приходит в стан, и знаете, что он? Он оставляет еду в обозе, и идет смотреть на трусливых людей. Когда ты общаешься с трусливыми людьми, ты становишься трусом, но Давид не такой, у него нету страха, он не сомневается в своем призвании, он не сомневается в том, что, и вы знаете, его братья его уговаривают и говорят, слушай, мы знаем твое худое сердце, ты пришел посмотреть, и он отворачивается от них, почему? Потому что тебе надо отвернуться от некоторых своих мыслей, родных, близких тебе. По сути, он отвернулся от тех, которые были дороже ему всего. Кому-то надо своих друзей оставить. Сильно они вам внушают, кто вы такие. У кого из вас в молодости были клички? А знаете, почему они были? Потому что вот эти погонялого, да, как ты сказал, клички, они обзывали вас тем, кто вы есть. И они хотели вас видеть такими. И когда меня называют так, я отворачиваюсь от них. Я знаю, почему это происходит. Потому что дьявол пытается вас всегда втянуть в то, что вы были на самом деле. Знаете, кто такой Давид? Самый младший. Не способен к войне. Слабый. Братья сильные, красавцы. Когда помазывали Давида, вы знаете, сначала вывели братьев. Давида вообще забыли. Может, и тебе кто-то забыл когда-то. Но Бог он помнит. и он говорит, есть кто-то еще тут. И вы знаете, когда Давид приходит, и он начинает общаться, старший брат Давида сказал ему, 28 стих, рассердился Элиав на Давида и сказал, зачем ты сюда пришел и на кого оставил немногих овец тех в пустыне. Я знаю высокомерие твое, дурное сердце твое. Как они его обозывали? Высокомерным с дурным сердцем. Кто из вас еще был таким? Гордым, высокомерным? Послушайте, но когда у вас приходят эти страхи снова в вашу жизнь, они всегда его унижали, они всегда его ставили ни во что, они всегда, даже когда священник пришел, даже пророк, когда пришел помазывать, Давида не позвали, они его унижали. Кто тебя унижает в жизни и ставит тебя ни во что, послушай внимательно, Бог сегодня он хочет тебя возвысить, он хочет поставить тебя для того, чтобы ты был кем-то. Я не для гордости это говорю, я говорю, чтобы ты избавился от того страха, который прячет тебя от голоса Божьего, когда Бог взывает тебя и Он зовет тебя, приди ко мне. Я буду говорить тебе, ты будешь слышать меня, я буду разговаривать с тобой, вы знаете, сегодня некоторые нуждаются в том, чтобы Бог, Он управлял ими, но они не хотят ничего делать при этом. Нам надо, чтобы нас Бог благословил и все. Но есть какая-то ответственность, ты должен справиться со своим страхом. И вы знаете, Давид сказал, что я сделал тебе? Ты просто говоришь слова. И отворотился от него к другому и говорит те же слова, отвечал ему народ по-прежнему. Знаете, что он спрашивал у них? Он спрашивал, что дают за вот этого Голиафа, который 40 дней позорит Израиль. Ты будешь свободен. Твоя жизнь будет свободна от налогов. Ты будешь иметь жену самую лучшую во всем Израиле. И вообще все царство потом можешь наследовать. Ты знаешь, ты крут будешь. Он говорит, да, Голиафа я не боюсь. А вот это все хочу. Хорошая мотивация. Послушай внимательно. Какая у тебя сегодня мотивация, чтобы сразиться со своими страхами? Есть ли у тебя сегодня правильная мотивация войти в присутствие Божье, сразиться с тем страхом, выйти из этого состояния, зло, которое сегодня тревожит тебя, изменяет тебя, воюет с тобой. Тебе нужно сегодня сразиться с этим страхом. Послушай, Иисус, который говорит тебе, я избрал тебя, поставил и помазал. О, если вы узнаете историю Давида, я не расскажу ее всю вам, но сразу после этого сражения он бежал почти сразу, почти мгновенно, почти, он даже не насладился тем царским положением, которое он имел. Знаете, почему? Потому что дьявол, он пытается всегда уничтожить ту силу, которую ты имеешь. Дьявол всегда будет воевать с тем, кто внутри тебя. но вы знаете, Давид, он стал царем, он достиг результата, он достиг того благословения, и вы знаете, ему надо много было преодолеть своих страхов, своих сомнений, своего Голиафа, который он раз убил, он еще раз убивал, и убивал, и убивал, каждый раз, когда выходил. Вы знаете, мне нравится вот это место, и он услышал слова, которые говорил Давиду, и пересказали Саулу, и тут приказал ему, пусть никто не упадет духом из них, рабов, и пойдет, никто не упадет духом из-за него, раб твой пойдет и сразится с этим филистимлянином. Ради кого? Ради чего? Ради тех братьев, которые тебя не любят и не ценят? Он не думал об этом. Правда? он думал о награде. Если ты думаешь, что вокруг тебя и кто тебя окружает, трусливые люди, страшные люди, которые тебя не любят, не уважают. Вы знаете, есть люди, которые все время находятся со своими проблемами, им надо выйти из этого. Посмотри на награду. Выйди из этого. Ради чего тебе сражаться? Есть награда. Вокруг вас может быть разные проблемы. Смотри, вера, которая тебя меняет, вера, которая тебя изменяет, она изменяет каждого из нас. Послушай, как она изменяет, каким образом она меняет. Бог избрал тебя, чтобы ты уверовал то слово. Но он не даст свое слово в трусливое сердце. Боязливых и неверных. Вы знаете, где участь? В озере огненном. Если ты не сразишься со страхом, ты не сможешь изменяться. Вы знаете, кто не меняется? Трус. Знаешь, почему ты не меняешься? Потому что ты труслив. Ты не ответил на вызов своего голиафа. Ты прячешься за спинами. Ты обвиняешь кого-то вместо того, чтобы самому выйти на это сражение. И оружие не имеет значения. Знаете, с чем Давид вышел? Он вышел все равно, что сейчас с ножом выйти против автомата. Он вышел с камнями в сумке против воина, который три метра ростом, который был облачен в броню, который носил меч. И меч его был настолько тяжел, что не каждый человек мог его поднять. Копье у него было тяжелое. Послушайте, я верю, что в нашей жизни с с Голиафом с Голиафом сражаются, когда ты не имеешь страха. Какие у тебя сегодня страхи? В чем ты трус? Ты знаешь, я должен проанализировать свою жизнь. Кто-то начинает свою семейную жизнь, но он настолько труслив, что не берет ответственности. и знаете, развод. Знаете, почему разводы? Страх с Голиафом не сразился, не дошел до конца. Слушай, ты когда планируешь свою семейную жизнь, ты должен знать, что твоя семейная жизнь это война. Не, это и благословение тоже, но это и война. И послушай, первый страх, который ты должен победить, это самого себя. И вы знаете, некоторые не женятся из-за этого, когда они понимают, осознают, потому что помните, Петр, он говорит, когда он услышал об обязанностях, что нельзя разводиться вообще никогда в жизни, он так лучше и не жениться. Он понял, это очень самый большой страх у каждого. Вы понимаете меня? Что надо сразиться с собой, надо сразиться с тем Голиафом, который восстает против тебя. Вера, которая меняет тебя. Послушай, не изменило Давида ничего так, как то, что он убил Голиафа в своей жизни, он убил тот страх, который был в нем. Вы знаете, многие люди, они не понимают и не осознают, что это такое, как это, сразиться со страхами. Некоторые боятся воды, правда? Некоторые никогда не будут рыбаками по своей сути. Но есть люди, которые, я знаю одного человека, который плавать не умеет, но он любит рыбалку. И вы знаете, он каждый раз, когда идет на рыбалку и идет на лодке плавать и так далее, и так далее, он берет, что, каким образом он побеждает свой страх? Он не умеет плавать. Каким образом он побеждает свой страх? Желание. жажды. И послушайте, если у тебя нету цели, лучшего, перемен, изменения, ты никогда не победишь свой страх. Какой у тебя есть страх? И мне нравится, не можешь ты идти против этого филистимлянина. Даже Саул его уговаривает. 33 стих. Чтобы сразиться, ибо ты еще юноша, а он воин от юности своей. И Давид сказал Саулу, раб твой, по совету отца, когда бывало приходил левый медведь и уносил овцу из стада, я не боялся, я натренирован. Вы знаете, мне нравится Давид, который был натренирован еще до того. Чтобы сразиться с Голиафом, надо сначала с маленькими сражаться, Голиафами, с маленькими проблемами. Вы знаете, у некоторых есть тот медведь, с которым должен сразиться, лев, с которым ты должен сразиться. Вы слышали, как кричит лев? Я слышал, мне страшно было. Его рык, он сотрясал мою грудную клетку, я такой первый раз слышал. Это не под сабвуфером стоять, это ощущение, что ты замираешь от страха. я думаю, что Бог допустил и дал ему этот рык для того, чтобы жертва входила в такой транс, и он что хотел, то и делал. Господь, Он дает возможность тебе начать сражаться со своими мелкими страхами. Как я буду без этого жить? Свободно. Как ты с этим сразись? Свободно. Я догонял, я делал. Вы знаете, чтобы достичь царства, чтобы сразиться с Голиафом, тебе надо сначала сразиться было с чем? Со львом, с медведем, с малым. Скажи, что малое ты победил в своей жизни? Какую малую часть ты победил? И вы знаете, я пришел на служение, я отсидел на служение, все, аллилуйя. Вы знаете, некоторые дают обещания Богу, но не исполняют. А почему? Потому что у них проблемы начинаются, страхи их одолевают. И они говорят, как я дальше буду жить? Если ты с этим не сразился, как ты достигнешь дальше? Чего-то еще? Вера, которая меняет тебя, послушай, она будет менять каждый день, каждый раз. И он говорит, я догонял медведя, я догонял льва и уносил, которое игнался за ними, нападал на него, отнимал из пасти, а если он бросался на меня, то я брал за космы, поражал его и умерщвлял его. Крутейший мужик. Правда? Юноша молодой, красивый, симпатичный, ни одного шрама. Как это он делал? Вы знаете, я верю, что если человек не имеет страха, он способен на многие совершения в своей жизни. И те вещи, которые ты не сделал, знаете, не помолился, не просто ну как я выйду, как я начну это делать, не засвидетельствовал в своей жизни, никому победи свой страх. Он хочет быть пастырем, но никому не свидетельствует. Он хочет быть служителем, но никого не привел в церковь. Как это возможно? Невозможно. Ты должен приложить в малом победить малые страхи для того, чтобы победить своего Голиафа. Голиаф это уже не проблема. Вы понимаете, для него Голиаф уже был. Сейчас выйдем и поговорим с ним. Сейчас буду общаться с тобой. И вы знаете, самое интересное, Давид даже не боялся с ним пообщаться. Я честно скажу, послушайте, есть люди, с которыми тяжело даже общаться, потому что их общение тебя просто унижает, оно задавливает тебя. Если вы общались с такими людьми, помашите рукой. Но когда ты общался, и ты имеешь власть и силу, ты не имеешь страха, ты можешь с этим человеком свободно говорить. Давид говорил с ним свободно. Кто ты такой необрезанный филистимлянин? Ты поносишь войско Божье. Это войско вот так вот стоит. Но Давид его видеть не таким. Он видит его все равно Божьим. я буду выходить против тебя. Я буду воевать, но против тебя со Словом Божьим. Смотрите, интересно, как он ему говорит. Я хочу сказать еще об одном. Оружие. Ему дали оружие и форму царя. Его вооружили царским обмундированием. Его дали одежду, которую носил царь. И он уже мог возгордиться. Но гордость это то, что тоже несет за собой плачевные обстоятельства. И он чувствует, что в этом неудобно. Слушай, воюй, в чем удобно. Будь таким, как ты есть. В служении, в деле Божьем, потому что страх побеждается тем, что ты умеешь, а не тем, что ты не умеешь. Никогда не делал. Ты должен научиться сражаться сначала с малым. Поэтому Бог тренирует своих. И вы знаете, самое интересное, Иисус собрал учеников, и он тренировал их. Три года он тренировал. Он высылал сначала туда. Он ходил, сам свидетельствовал. И они, слыша его, они что? Проповедовали. Они начинали меняться, они изменились. Но он говорит, слушайте, без силы не уходите. Почему? Потому что есть сила Божья, которая удаляет всякий страх. Они в трусости разбежались все. Вы знаете, что они трусы? Нам свойственно сохранять свою жизнь. Мы трусы. Нам нужен тот, который удаляет этот страх. Но если ты сражался в малых сражениях, то ты знаешь, что ты в больших будешь побеждать. послушай, когда у тебя есть малое, и ты начинаешь ходить в церковь, послушай, не всегда тебе надо сразу сразиться с этим Голиафом. У тебя есть малое сражение, оно меняет тебя, изменяет, но страх-то остается. И что? Исполнение Духом Святым. И Дух Святой, Он удаляет всякий страх. Послушайте внимательно. Мне нравится Давид. Давид, он был певцом, музыкантом. Как он справлялся со страхами? Я только могу предполагать, когда ему было тяжело, он пел, когда ему было хорошо, он исполнялся Духом Святым. Послушай внимательно, как бороться с тем, что у тебя есть от рождения, оно вложено в тебя через Адама и Еву. Начинай исполняться Духом Святым. От этого момента ты можешь победить любой страх в своей жизни, если будешь исполнен Духа Святого. Вы помните, что с Петром происходит? Он, исполнившись Духа Святого, встал и начал проповедовать. Девочки испугался, которая спросила его, не ты ли был с Иисусом? Но когда он исполнился Духом Святым, страх ушел. Он побеждал раньше льва, он проповедовал об Иисусе, он побеждал раньше медведя, он проповедовал раньше самарянам, теперь он не боится никого, потому что в нем сила Божья и в нем нет страха. Знаешь, что удаляет всякий страх? Это Дух Святой, который наполняет тебя и меняет тебя. Послушайте, я боюсь, я трус, по натуре я трус, я боюсь выходить на сцену. Я первое время, когда проповедовал, у меня поджилки трослись. Но когда меня наполняет Дух Святой, я ничего не боюсь. Я не боюсь говорить то, что я говорю, я не боюсь говорить правду, потому что страх, он удаляется Духом Святым. Но были сражения, малые сражения, мне надо было выходить, мне надо было свидетельствовать другим людям, мне надо говорить было на один, на один, мне было надо говорить и сражаться, догонять их, раздирать их и отдирать у них. Их же самих. Вы понимаете, о чем я говорю? С чем ты сегодня сражаешься? С каким Голиафом ты сражаешься? Послушай внимательно, он тебя будет делать, он тебя изменит, потому что Голиаф изменил жизнь Давида. как только к нему пришла вера в то, что он может, и он сделал это, он изменил жизнь Давида. Голиаф изменил жизнь Давида. О, этот филистимлянин, необрезанный, изменил жизнь Давида. Знаете, что меня меняет сейчас? Меня меняет церковь, служение в церкви. Что тебя меняет? Твоя вера или твое неверие, твои разговоры и то, что ты делаешь. Почитаю, послушай, послушай, интересно дальше. Выступил и филистимлянин, идя, приближаясь к Давиду, и оруженосец шел впереди него, и взглянул филистимлян, увидел Давида. 42 стих. С презрением посмотрел на него, ибо он был молод, белокур, красив лицом. Как он разглядел это, ну, хорошо, зрение стопроцентное. И сказал филистимлянин Давиду, что ты идешь на меня с палкой, разве я собака? И проклял он всякими богами. Я проклинаю тебя, ты-ты-ты-ты-ты-ты. Знаешь, что, Давид, он не боится даже проклятий. Он не сразился с Голиафом сразу, он услышал свою те слова, которые могут поразить любого человека. Боги, еще кто-то, да их боги, ничто. Их бог дьявол, ты поклоняйся богу всемогущему. Подойди ко мне, я дам твое тело птицам небесным, зверым полевым. Давид филистимлянину отвечает, ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа. Бога воинств Израиля, которые ты поносил. Я иду против тебя. Я не боюсь тебя, я буду идти против тебя. Сегодня ты сражаешься в своей жизни, но ты не сражаешься на пути правильном. Вы знаете, чтобы сражаться на пути правильном, нужно быть в служении, в церкви, евангелизировать, нести Евангелие. Мне понравилось, как брат говорит, играют в футбол, футбол с Иисусом, сражение. Взяли интерес и начали чуть-чуть служить. И это переросло в большое служение. Каждый раз, когда ты начинаешь какое-то дело, оно может перерести в большое твой голяв страх. А как я буду свидетельствовать о нем? Буду играть на трубе? Как я буду рассказывать о нем? Буду петь? Как я расскажу о Боге своем? Буду делать то, что я умею, то, что у меня получалось до этого, с чем у меня приходилось сражаться? Вы знаете, куда пошел без Иисуса Петр? Что у него получалось раньше? Он пошел делать. Но когда Дух Святой пришел в его жизнь, он не мог возвратиться обратно к рыбалке. Если в твоей жизни ты возвращаешься время от времени к тому прошлому, что есть у тебя, значит, ты не победил свой страх. О, послушайте, Петр тоже не победил свой страх. Значит, где-то ты пропустил исполнение Духом Святым, где-то Дух Святой не сходит в твою жизнь, перестал сходить в твою жизнь, тебе нужно исполниться Духом Святым. Скажи, исполнение. Каким образом? Давид пел. Можно и потанцевать, если хочешь. Но если ты жаждешь исполниться Духом Святым, слушай внимательно, Он придет. Библия говорит, жаждущие приедите, жаждущие и желающие берите воду жизни даром. Не всегда, когда я слышу Слово Божье, которое говорится мне, оно удаляет мой страх. Но когда приходит в мою жизнь сам Бог, я уже ничего не боюсь. И я знаю, что это слово, оно исполнится в моей жизни. Оно уже исполнилось. Потому что то, что Бог сказал да и аминь. Смотрите, он побеждает этого Голиафа. Когда филистимлянин поднялся, стал подходить, приближаясь навстречу Давиду, Давид поспешно побежал к строю навстречу филистимлянину. Вы знаете, у меня была проповедь, я раньше проповедовал на эту тему, беги навстречу своей проблеме. Не беги от проблемы. Потому что, когда мы читаем там, то народ бегал от этого филистимлянина, просто убегал. Вы знаете, христианам свойственно бегать от этого мира. Они не бегут на то, чтобы этот мир покорить вере. они бегут от этого мира. Но Бог и Иисус сказал, Господь сказал, идите по всему миру и свидетельствуйте всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. То есть, другими словами, если ты боишься, у тебя есть страхи, вот лишь бы у меня было. Послушай, Бог потрясет тебя. Бог не дал тебе удобное положение. не возвращайся к твоему болотцу. Знаешь, почему ты спишь? Потому что ты ищешь не того, что нужно. Ты не воли Божьей ищешь, не исполнения Духом Святым. Потому что в твоей жизни страх, который, Господи, нету денег, ученики не о деньгах думали вообще. Вообще их деньги не интересовали. Заметили после этого? У них был страх, когда Иисуса не стало, пищи нет. Какие у тебя сегодня страхи? Знаете, какой у меня страх? Один, единственный. Боже, я хочу, чтобы исполнилось твое слово. Если оно не исполнится, вот этого я боюсь. Это не страх, это просто желание. Это то, что меня ведет к этому желанию. И смотрите, когда Давид подбежал к нему навстречу, тогда происходит нечто. Он бросает камень. Вы знаете, есть ускорение, которое он предал своим бегом, ускорение, которое дало эту возможность пробить самую твердую кость. Кто-то говорит, что он попал в лоб. Вообще, если попадаешь в лоб, там еще есть перегородочка, вторая часть. И лоб пробить очень сложно. Кто-то говорит, в висок, но для этого надо, чтобы филистимлянин вот так вот шел. Но я верю, что это было в лоб. Это встряло ему прямо в лоб. Он от неожиданности потерял сознание, умер, замертво упал. Как это так? Человек, который с камнем, победил меня. И вы знаете, но Давид, не мешкая, он подбежал и взял, выхватил этот меч, и он его добил. Он отрубил голову своего Голиафа. Вы знаете, есть в нашей жизни, которые люди, они вроде бы и победили что-то, но голову не отрубили. И оно возвращается время от времени. Я называю это грабли. Те же самые. Слушай внимательно. Грабли не ломаются. Ты должен поумнеть, просто поумней. Послушай, надо отрубить этому страху голову. Он не должен приходить в твою жизнь. Ой, как завтра будет, что завтра будет? Отруби этому. Послушай, когда Иисус говорил, Он говорил однажды, один раз, и ученики должны были веровать. Вы знаете, как Бог будет говорить с тобой? Он будет говорить один раз. если ты будешь наступать на одни и те же грабли сто раз, да отруби ему голову уже. Этому Голиафу. Послушай, Он воскресает у тебя каждый раз в твоей жизни. Это грех, это еще что-то, что не дает тебе свидетельствовать. Это те вещи, которые мешают тебе. Послушай, эти страхи приходят не на ровном месте. Может, любовь к тому, который не нужен тебе, твой Голиаф, ой, страх. Послушай, внимательно, отруби ему голову. Он подбегает, берет этот меч, который поднять никто, не все могли. И Он отрубает ему голову. Он прилагает массу усилий, чтобы закончить это дело. Доведи до конца. Вы знаете, вера, она всегда доводит до конца то, что начало. Если у тебя есть цель, если у тебя есть желание изменений, перемен, послушай внимательно, бросить наркотики, алкоголь или еще что-то, то, что мешало тебе развиваться, ругательство, маты, это ерунда. Это бороться с теми маленькими. Вы знаете, что самое важное и самое главное, с чем ты должен бороться, это исполнение Слова Божьего. И вот к некоторым приходит самый большой страх. К Моисею приходил этот страх, пошли другого. Как только тебе говорят, начни исполнять мою волю. Вы знаете, у Иисуса тоже были страхи. Кто-то говорит, ну как, ну это же Иисус, в Гефсиманском саду Он боролся с этим страхом. Если возможно, Господи, доминует сия чаша. Вы знаете, я не виню вас за страхи, потому что я понимаю, что страх свойственный нам, нам свойственно это. Но если ты принимаешь решение следовать за Богом и слышать голос Божий, то знай, страх будет тот, с кем ты будешь бороться в своей жизни. Первое, что надо перебороть, это страх. И это бывает так болезненно. Обидно. Ты разочаруешься во многих людях, сам себе разочаруешься. но если у тебя, знаешь, не надо винить никого, очень важно, никогда не винить никого, потому что никто не виноват в этом. Когда Бог тебя избрал, они не виноваты. Ну, с ним лучше не спорить. Страх. Победить страх. Тогда Давид побеждал и наступил на филистимляне, взял его меч, вынул его из ножен, ударил его, отсек ему голову. Филистимляне, увидев, что силач их умер, побежали. Кто теперь был в страхе? Слушайте внимательно. Бесстрашный Давид, бесстрашный Давид одолел целую армию. сегодня я говорю о том, что ты можешь одолевать армию, когда у тебя нет страха. Тебе надо научиться преодолевать свои страхи. Тебе надо выйти из этого состояния удручения, обид, кого-то еще, знаете, винить кого-то еще. Знаете, в чем братья виноваты, обвиняли Давида, ой, ты пришел тут посмотреть, а потом расскажешь, какие мы трусы. Так вы ж трусы, слушай, ты трус. Надо признать, что я боялся, Господи, боялся, страх. Тебе надо признать, где-то я дал промах, чтобы не исполнять волю Божью, чтобы не идти за тобой на репцентр. Да не, не хочу, а как же у меня жизнь сложится дальше, как я буду дальше, вот у меня что-то тут, слушай внимательно, страх, маленький страх, который побеждает тебя, не даст тебе выйти, семья, дети, страх. У Давида не было еще семьи, детей еще не было, но он сразу, помните, когда в Секелаге они были, и когда на них напали, и всю семью детей забрали, всех забрали, Давид тоже плакал, рыдал, пока не было силы в нем, но он справился со своим страхом снова, и пошел, и догонял филистимлян, и что? И выиграл, каждый раз ты будешь выигрывать, если сразился и победил свой страх, но тебе надо победить его, аминь, давайте встанем, сегодня некоторым надо победить страх, покаяться перед Богом, признать, что ты нуждаешься в нем, признать, что ты нуждаешься в том, который может спасти тебя, освободить тебя, о, я свободен, слушайте, я не говорю о той свободе, которую ты имеешь сегодня, живя в Украине, не будучи свободным украинцем, Библия говорит о том, если ты живешь во грехе, значит, ты не свободен, не свободен отвечать на призыв Божий, если ты не свободен, тебе надо признать, что ты грешен, и ты нуждаешься в нем, прийти к Иисусу, принять Его свободу и сразиться с своим страхом, значит, служить Ему, исполняй с Духом Святым, и все получится, я вам гарантирую, тут гарантируют многие, все гарантируют, мы знаем, о чем мы говорим, о чем свидетельствуем, правда? Мы верим в Иисуса Христа, который умер и воскрес третий день, дал нам сегодня возможность быть служителем, без страха и сомнений, какие у вас сегодня есть страхи, исправитесь с ним, но первое, что нужно, сразиться с небольшим, выйди, скажи, я тот грешный, который нуждается? Если ты нуждаешься, выходите сюда.